Кроме моря и здравниц, гостей города будет интересовать Олимпийский парк. Те, кому не удалось побывать на 22-х зимних Олимпийских играх, наверняка захотят увидеть в спортивной арене большой Олимпийский факел, поющий фонтан. Впрочем, как уверяют организаторы туров, в парке будет на что посмотреть. Строители и организаторы игр и в первую очередь Краснодарский край, будущее Олимпийского наследия спланировали заранее. Как рассказал Александр Ткачев в интервью Краевым телеканалам, еще за два года до окончания строительства Олимпийских объектов, Край начал готовить целую программу развития Сочи после завершения Олимпиады. Мы прекрасно понимали, что Олимпиада пройдет. Надеялись всегда, что на высоком уровне. Но наступят будние дни, когда надо будет максимально использовать наши спортивные сооружения, всю инфраструктуру, для развития туризма, для привлечения новых инвесторов. Многие спортивные объекты, которые были задействованы в период Олимпиады, будут также использоваться по назначению. Это, конечно, чемпионат мира по футболу в 2018 году. И понятно, что у нас стоит задача, чтобы именно в Сочи размещалась одна из футбольных команд. Футбольные команды и премьер-лиги, и первые лиги российского футбола. Тоже самое, большая ледовая арена. Есть инвесторы. Сольем хоккейную команду, которая уже определенно будет играть в высшей хоккейной лиге КХЛ. Я думаю, что это будет очень интересная, самобытная команда на юге нашей страны. Уверен, что как и футбол, так и хоккей будет востребован. И мы, безусловно, вовлечем в этот процесс большого спорта как и местных жителей Сочи, так и, конечно, жителей страны. Туристов, дыхающих, как известно, особенно в летний период, а теперь и зимний, будут многие болельщиков. Это, конечно, некоторые объекты мы, безусловно, будем переделывать и перепроектировать для коммерческих целей. Ну, например, медиа-центр будет создана площадка Экспо Сочи, где будут проходить международные выставки каждый месяц. Это будет торговый молл. Есть предложение, и мы уже работаем над проектом, создать на базе коккейберного центра академию тенниса. Не забыли организаторы и об индустрии развлечений в Сочи. На это тоже делают ставку. 1 июня состоится долгожданное открытие российского Диснейленда в Сочи парке. Там сегодня идут последние приготовления, испытания аттракционов. Российский наш Диснейленд, Сочи парк. Мы надеемся, что он будет центром в Олимпийском парке, центром притяжения, прежде всего для детей, конечно, и для взрослых. Это и формула-один. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех в октябре месяце на первый этап гонки гран-при, королевских гонок России долгожданных. И они будут проходить каждый год. И, естественно, будут вызывать огромный интерес. Есть и у властей региона четкие планы относительно так называемой Олимпийской деревни и того обширного жилого фонда, который был построен к Олимпиаде. Какую-то часть, конечно, мы предоставим очередникам города Сочи. Таковые есть, конечно, как и в любом другом городе. И это будут, прежде всего, социальные работники, это будут ветераны. Какая-то часть жилья будет продаваться. И я думаю, что это абсолютно правильно. Многие люди, особенно с северных территорий, да, и с центральной России, хотят иметь свою площадь живую в виде, может быть, второй квартиры или нет, и не только. Именно в Сочи почему нет? Ну, конечно, огромное гостиничное хозяйство будет работать практически круглогодично с учетом зимней истории, которая создана в Сочи. Так что мы надеемся, что все будет востребовано.